Итак, друзья, всем привет! С вами снова я, Марк. Надеюсь, не я один ждал 1 августа, поскольку в официальном Лего-магазине появились не только новинки, лето. И самая главная новинка, которую все ждали, фанаты Звездных Войн, это, конечно же, наборчик с 501-м Легионом. И да, хочу сказать, что сейчас уже этот типа не является батлпаком, потому что в основном батлпаки выходили все зимой. Вот этот большой, так сказать, батлпак вышел летом, однако он включает в себя уже 6 мини-фигурок и 2 техники, но цена его тоже в 2 раза больше. Ну, Лего себе это может позволить сделать, потому что все равно будут такие наборы покупать. В основном это, конечно же, из-за мини-фигурок, из-за того, чтобы сделать большую какую-нибудь, ну, либо не очень, да, какую-нибудь армию клонов, армию дроидов и так далее. Давайте сейчас посмотрим внимательно на коробку. У нас здесь сам расположен набор, артикул 75-280. Я его уже наизусть, наверное, выучил, пока искал его везде, чтобы купить задолго до даты 1 августа. Однако у меня не получилось. И здесь у нас также представлены функции и типа экшн-сценка. Пока я его открываю, хочу сказать, что я купил этот набор прямо ровно в дату выхода, 1 августа. Я поехал рано с утра в магазин и там еще было немного таких наборов. Однако сейчас, я уже сегодня 2 августа, я смотрю на сайте и эти наборы закончились. Поэтому я еще даже успел купить и у меня есть еще один такой же наборчик. Вообще, сколько планирую я купить наборов, расскажу чуть попозже. Но я думаю, что с этим, так сказать, большим батлпаком я так не облапошусь, как с остальными, поскольку я покупал их не в большом количестве. Значит, у нас в комплекте 2 пакетика и также... Это что? Наклейки? И это также наклейки, которые, скорее всего, я клеить не буду, поскольку мне эта техника не нужна. Но все-таки для обзора я ее соберу. Давайте посмотрим на инструкцию. Быстренько пробежимся. Сборка у нас идет. И также в самом конце у нас количество деталей, их разновидность. И также новые наборы. Ну, это старые наборы и это новинки, которые сейчас появились на полках. Ну, думаю, к представлению не нуждаются. Кто фанат, уже давно их всех изучили и даже посмотрели некоторые обзоры, кто уже успел первым их выпустить из зарубежных блогеров. Давайте сейчас все-таки соберем. Самое главное, что мы хотели, это фигурку. Фигурку клона из 501-го легиона. Открываем первый пакет. Ну что же, вот как выглядит готовый собранный батлпак здорового человека. Собраны только фигурки. Подставка не включена, если что, это моя подставка. Сразу хочу сказать, что в комплект положили достаточно много бластеров. Семь обычных мелких бластеров. И один обычный бластер. И у него такая черная деталь из-под свечки. Они обычно так используются. Вот, черного цвета. У меня на самом деле уже большая коллекция этих бластеров, но они лишними точно не будут. И черную эту свечку убираем для деталей. И давайте начнем с мини-фигурок. Конечно же, самая интересная фигурка это клон 501-го легиона. Легиона под командованием генерала Энакина Скайуокера. Круто они, конечно, сделали. На самом деле мини-фигурки. Мне очень нравится новый дизайн. Три одинаковые фигурки. Один клон с джетпаком. Джеттруппер получается. И два обычных дроида, которые мы можем сразу убирать. И у них ничего не поменялось. Поменяется в следующем наборе. Который я следом тоже, наверное, выпущу. Да, его и расскажу. Итак, начнем с клонов. Что у них главное поменялось? И главное отличие то, что теперь у них белые руки. И также белый пояс. Изначально Олега делала, я предыдущую фигурку поставлю, синие руки и черный пояс. Вот сейчас они это поменяли. Во-первых, потому что у них реально руки белые. У них только плечо синее и все. То есть преобладает, конечно, белый цвет. Однако, Олеговцы заморочились со шлемом. Шлем, мне кажется, выполнен очень круто. Мне нравится его новый дизайн. Новая расстановка принтов. Они вроде как, да, и одинаковые. Но принты у них немного по-другому располагаются. Как вы видите, рот, да, или вот эту штуку на уровне рта, они немного расширили. И также сделали черную окантовку. И теперь смотрится уже шлем более таким завершенным. Очень круто еще, еще раз повторюсь, да. Смотрятся вот эти тени на щеках. Единственное, что жалко, они не добавили сюда дырочек, чтобы можно было фонарик воткнуть или какой-нибудь еще визор. А так, шлема очень крутые. Также по изменениям поменялись лица. И также цвет лица. Это по Войнам Клонов. И это новые фигурки. Ну, скорее всего, либо они из нового мультика последнего сезона Войн Клонов, либо скорее из игры Battlefront. Они просто взяли пример из клонов и также Джет Труппера. Хотя Джет Трупперы были и в седьмом сезоне Войн Клонов тоже. Однако, лица поменялись. Сделали теперь лицо не тановое, а теперь это цвет Нуги. Смотрится круче, потому что они приблизили максимальный оттенок лица, оттенок цвета лица и кожи к Джанго Фэту, донору всех клонов. И теперь они выглядят максимально похожими. По сути, по форме эти шлема все одинаковые. Единственное, что новое стало у них расположение принтов. Ну, у клона с джетпаком, естественно, это так. Сзади изменения, в принципе, конечно же, это принт новый у всех. И давайте посмотрим у джетпака тоже. Я сам, кстати, не видел. У него сделали еще синий окрас со спины. И также у него синий джетпак. Выглядит это достаточно круто. И согласитесь, прикольно смотрится без этого черного пояса. Однако, леговцы все равно показали форму ног. Вот здесь, к примеру, броня заканчивается. И в районе паха они таким принтом засветили нашим клоном трусы. Здесь этого такого нет. Здесь у них просто черный пояс. Кстати, могли бы очень круто добавить принт на этот пояс. И выглядело бы еще это круче. И деталь была бы еще эксклюзивная. Тем более, ну, за такие, как сказать, деньги. Ну, на самом деле, клоны очень крутые. Мне даже они больше нравятся, чем предыдущая версия. Благо, я не покупал вот этих клонов вообще. У меня есть только одна фигурка. Ну, если будет, конечно, возможность, я куплю по хорошей цене. Однако, мне вот эти клоны нравятся очень сильно. Тем более, сейчас такая возможность выпала. Да, выпустили их. И можно хоть когда-то успеть и насобирать на несколько таких клонов, чтобы сделать реально прикольную армию 501-го легиона. Мне она очень нравится. Ну, естественно, мой самый любимый легион 104-й. Однако, 501-й легион тоже культовый. И очень круто. Его можно, в принципе, во всех битвах использовать, если строить какие-либо самоделки. Ну, а в основном, конечно, добавили детализации к принтам. Как видите, в коленях добавили несколько палочек. Да, также сделали ботинки. И в поясе тоже. Здесь, например, предыдущая детализация, как на очень старых клонах. Да, здесь уже новая детализация самого пояса. И также вот здесь лямки видны. Здесь таких лямок нет. Выглядит очень круто. И согласитесь, реально клоны новые круче, чем клоны старые. В целом, очень крутые мини-фигурки. И я уже убедился, что нужно будет покупать этих батлпаков, так сказать, да, наборов с клонами еще. Давайте, ради приличия, я соберу два транспорта 501-го легиона. Посмотрим, что они из себя представляют. И потом можно сразу их разбирать. Следующие батлпаки, которые я буду покупать, естественно, я не буду собирать их, а просто сразу рассортировать на детальки. Поскольку детальки есть достаточно неплохие, я уже прямо отсюда вижу. Итак, вот как выглядит собранная техника. Это шагоход и спидер 501-го легиона. Как я уже ранее сказал, наклейки оклеить пока что не стал, поскольку мне нужны, например, вот такие голубые тайлы, синие, да. И также не видел смысла клеить на вот эту деталь большую и на эту тоже наклейки. В принципе, они в основном там и наклеены. Вот. Ну а так наклейки мне пригодятся для самоделок. Здесь и надпись 501-й легион, стрелки, синий-серый цвет. Обязательно они пригодятся. Их, естественно, не выкидываем. Давайте посмотрим сначала на спидер. Вот как он выглядит. Из года в год они никак не улучшаются, никак не детализируются, а становятся как-то все больше и неуклюже. Не знаю, мне, честно говоря, не по душе такие спидеры. Я все-таки уже как-то начал собирать, да, кастомную технику в масштабе мини-фигурки. И так и продолжу, поэтому не вижу смысла держать этот набор собранным. Я его разберу на детали, поскольку здесь деталей много очень крутых. Есть и, во-первых, я заметил, что есть вот такие детальки. Черные пины с дыркой. Они сейчас считаются такими ходовыми. Также много вот этих деталей. Это обычный плейт, модифайт. Два на один с пидом по центру. Их тут, как вы видите, тоже много. И других тоже деталей вполне хватает себе. Очень интересных. Поэтому, кто тоже будет вообще разбирать, не тратьте зря время, не собирайте. Лучше разложите по деталям и делайте из этого самоделку. Я считаю, что... Ну, в следующем видео расскажу еще, что я могу собрать из этих деталей. Вот. Следующий это у нас шагоход. Тоже шагоход не в масштабе мини-фигурки. Как вы видите, вот. Ну, сами понимаете, что это одноместный шагоход. Из фильмов и мультиков он был вот такого где-то размера. А здесь он очень большой. Неуклюжий, гигантский. И больше, знаете, в размер с... Даже LTE... Там DP, по-моему, называется. Ну, естественно, он громадный прям. Однако, шагоход должен быть в размер. И надо было, я думаю, так сделать. Поэтому я тоже этот шагоход разберу. Здесь у него... Ну, давайте расскажу хотя бы, что по функциям. Все там двигается. Ноги. Здесь какие-то антенны. Пульт управления. Это принт у нас идет. Здесь бинокль сюда можно поместить. Оружие. Вот. И двигается сама пушка, которая, естественно, стреляет. Но я не стал даже сюда эту детальку цеплять для механизма. Поскольку у меня уже и для пушек есть. Для таких пушек тоже есть. И они все будут лежать в одном месте. Из туториала вы поняли, что из таких можно сделать вполне себе деревья. Как минимум. Вот. Поэтому моя рекомендация. Я нисколько не принуждаю. Но моя рекомендация, чтобы разобрать это все на детальки. Поскольку такие наборы покупаются ради мини-фигурок. А значит, это батл пак. Все очень просто и понятно. Единственное, что они сделали по-хитрому. Они добавили еще один транспорт. Либо вот это, да. Две мини-фигурки. И повысили цену в два раза. Поэтому вот такой вот маркетинговый ход. В принципе, они молодцы. Я, конечно, ничего по этому поводу сказать не могу. Ну, а мы как потребители это все покупаем. Подведем краткий итог. На самом деле, в целом, набор мне понравился. Особенно вот техника. Вот она лежит. Вообще просто отличная. Особенно вот эта деталька, да. Которая вот вообще никак, в смысле, не хочет вылазить. И вот сколько я бы ее не давил бы. Она вообще все, намертво застряла и не хочет вылазить. Ну, как обычно. А так, в целом, фигурки отличные. Конечно, я очень рад, что прикупил этот набор. И не жалею, что купил второй такой, который я буду собирать в дальнейшем, в следующих видео. Создавая армию 501-го легиона. Вот. И также еще прибавка. Плюс два дроида. У меня уже, по-моему, таких 80 штук. Теперь 82. Ну, еще там плюс 4 фигурки, которые вас ожидают тоже в следующих видео. Я вам все подробнее покажу. Вот. Надеюсь, этот обзор был интересным и понятным. Показал я основное. Это, конечно же, фигурки. Чуть-чуть показал техники. Вот. И сразу хочу сказать, что детали я реально собрал. Потом его тот час перед видео разобрал. Детали очень много крутых и интересных. И они вам помогут в ваших самоделках. Так же, как помогут и в туториалах, которые я делал. Очень много деталей здесь встречается с туториалом. Всем еще раз спасибо большое, что посмотрели это видео. С вас лайк и комментарий. А с меня следующее видео. Ну, а с вами был я, Марк. Всем пока.